В Доме Дружбы прошла научная конференция, приуроченная к 220-летию имама Шамиля. Представители власти, духовенства и министерства отметили значимость этой исторической фигуры. О личности имама Шамиля, а также что сделано в Дагестане в честь выдающегося наиба, в материале моих коллег. Длинная борода, горская папаха и сабля – все то, что всегда было при имаме Шамиле. Третий имам Чечни и Дагестана. Он боролся за то, чтобы Дагестан и весь Кавказ не был под гнетом внешних сил. Значимость юбилея, а именно 220-летия, со дня рождения имама отметили и первые лица республики. Более выдающейся личности в истории Дагестана не было и нет. Это еще раз обладает сведения тех, кто начинает пренебрегать этот вопрос и этой личности. Я только так это отцелил. 25 лет войны за свободу Кавказа, немало пролитой крови и потерянных солдат. Имамат в лице Шамиля бился за свое право быть свободным. Но главной целью имама, как отметил глава республики, было найти достойное место Кавказа в истории государства. Ни разу фактически имам Шамиль не высказывался категорически против союза с Россией. Он просто, как и весь дагестанский народ, мы искали достойное место в российской истории и в российском государстве. Я подчеркиваю, искали достойное место. Историки отмечают, даже после пленения имам вел себя, как подобает настоящему воину. Посему, по мнению религиозных деятелей, его можно назвать достойным примером для каждого молодого человека. Имам Шамиль создал первое на Кавказе государство под названием имамат. Из-за справедливости и точности следования нормам шариата, великие ученые-анимы назвали имама Шамиля шестым праведным халифом на земле. Имама Шамиля помнит и чтит и сама молодежь. Некоторые даже делятся запоминающимися моментами из жизни предводителя горцев. Он участвовал во всех битвах единолично. Даже когда он был с русским царем после его плена, царь ему сказал, как ты остался живой, ведь на тебе нет ранений. И он снял с себя всю одежду, и на нем было 14 ранений, которые были несопоставимы с жизнью. Он должен был умереть, но он выживал. Личности имама Шамиля, а также периода Кавказской войны в Дагестане уделено особое внимание. Больше года назад в Унцикольском районе в память о Кавказской войне построили мемориальный комплекс с Ахульго. В честь имама в Махачкале названы улицы, проспекты, а также издано немало исторических книг. До сих пор мы до конца не осознали роль и значимость имама Шамиля. История не только Дагестана и России, но даже могу сказать смело в мировой истории. Потому что Шамил до сих пор не изучен все его рукописи, до сих пор личные вещи Шамиля, письма Шамиля разбросаны по всему миру. Нам еще предстоит много очень сделать. Напомним, что совсем недавно в Махачкале в одном из кинотеатров столицы вышел документально-художественный фильм о жизни Шамиля. А в частности о судьбе одной из его жен Шуайнат. Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.